Девственница 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 Музыкальное оформление Рамула Галиенец Оператор Рафаэль Марин Режиссер Тони Родригес Девственница 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 Держать себя в рамках Наверное, он оплатил мой счет в гостинице Но я знаю, что даром он ничего не делает Понял мои инструкции Слово в слово, мой доктор От первой до последней буквы Не забудь, Камачито Я хочу, чтобы она растаяла у моих ног Так и будет, мой доктор Камачито Да, сеньор И последнее Я хочу, чтобы на этом ящике с шампанским Лежала одна большая Красная роза Огромная Все будет сделано, как вы скажете, доктор Черт побери, отец Если мое присутствие портит тебе настроение Так и скажи Какие у тебя проблемы, Альфредо? Только честно Мои проблемы Послушай, у меня одна проблема С того дня, когда исчез Франциско Что ты имеешь в виду? Ты что, не понимаешь? Ты знаешь Я только что был в редакции И там все радуются, несмотря на личное горе Маурисио Это пир во время чумы Потому что без одобрения Франциско Рохаса Маурисио не может расширить журнал Не может ничего сделать Если Франциско не отыщется То мы должны что-то придумать Я вдруг подумал, что Дезире Может его представлять, например, в Совете Акционеров Отличная мысль Отличная, Альфредо Но всему свое время О каком времени ты говоришь, папа? Я сказал потом В свое время Скажи, когда Ты говорил о Личном горе Маурисио Что ты имел в виду? Его безумную мечту Стать отцом Что? Его ребенку не понравилась Нанятая утроба? У женщины прервалась беременность Ну и дела Надо же Личное горе Маурисио Стало счастьем для моей дочери Карлотты Привет Хуана не с тобой Привет Я думала, она здесь Не знаю, я волнуюсь Потому что в последнее время Хуана какая-то странная Что с ней? Не знаю Вчера я почти не спала Все думала Что это из-за меня Хуана так переживает Но после того, что случилось в лицее Я даже не знаю, что случилось А что случилось в лицее? Пришел директор За результатами ее анализов И чтобы сообщить известие Которое он получил Из университета Лос-Анджелеса А она вместо того Чтобы начать скакать от радости И кричать Как она бы сделала В нормальных условиях Замолчала и побледнела Вдруг У нее глаза налились слезами И она выбежала Как будто Услышала что-то неприятное Почему вы сказали Когда увидели ребенка Что у вас никогда не будет своего Я же была у вас в редакции В тот день Когда вам сказали Что вы станете отцом Да Правда Ты была там И видела Как вы обрадовались Еще ни разу в жизни Я не видела Такого довольного человека Да, правда Но все изменилось Беременность Прервалась Что? Мне так жаль Когда это случилось? В тот день Когда я Играл с тобой в футбол Когда я сказал тебе Что на деньги нельзя Купить все, что хочешь Тогда вы уже знаете Вы узнали, что Беременность прервалась? Нет Об этом я узнал Чуть позже В тот день Я узнала о том Что изменило Всю мою жизнь После той игры Я помню Ты убежала домой Потому что Одна сеньора Тебе сказала Что-то про твою мать Да, но То, что со мной Случилось Не имеет никакого Отношения К моей маме Или отчасти Вы верите в судьбу? Не очень Я думаю Мы сами выбираем Свой путь Я тоже До недавнего времени Так думала Что с тобой? Почему ты вдруг Начала сомневаться? Со мной случилось Невероятное Я никогда не думала Что со мной Может случиться такое То, чему я не могу Найти никакого Объяснения Через это прошли Мама и бабушка Когда им было столько лет Сколько мне Хотя тогда Это как-то можно было Объяснить Но То, что случилось Со мной Я не имею К этому Никакого Отношения Не понимаю Как будто Я падаю В бездну И никак Не могу Остановиться Вот сейчас Я с вами Разговариваю И все еще Падаю Я не знаю Кто я Что со мной Будет Я вообще Ничего Не понимаю Здравствуйте Синьорита Насколько персон? У нас двое Проходите сюда Пожалуйста Желаете Аперитив? Нет Я подожду Своего мужа Спасибо Хорошо Не опаздывай Маурисио Успокойся Прости солнце Я все время Думал только о себе И совсем забыл Что у тебя Есть свои проблемы Я могу тебе Чем-нибудь помочь? Нет Ну тогда Я посижу Пока ты поплачешь Не стесняйся Не сдерживайся Из-за того Что я здесь Думай о том Что я хочу Тебе помочь Составить тебе Компанию Чтобы ты успокоилась Чтобы ты могла Спокойно Выплакаться Успокойся Серьезно, папа Я начал думать Что исчезновение Франциско Изменило твои планы В отношении Маурисио Насчет расширения Журнала Вот именно Что с тобой? Ты что Спятил? Если бы ты Правда знал Меня Эта мысль Никогда бы Не пришла тебе В голову Твой отец Рохеллио Ваус Никогда не сдастся Тем более Такому ничтожеству Как Маурисио Далаяга Просто я подумал Вдруг дедушка Оказывал на тебя Слишком сильное давление И У нас с твоим Дедушкой Общие приоритеты Приобрести журнал Маурисио Для издательства Глобал Пока его не купили Иностранцы Да, конечно Кстати, раз ты Заговорил о своем Дедушке Хочу тебе сообщить Что сегодня Приехали твоя мать С твоим братом Это означает Что ваши планы В отношении Дезире Откладываются? Достаточно было Одного моего взгляда Чтобы возбудить В мужа Безумную страсть Которая охватывала Нас И сводила с ума Достаточно было Хороших духов И мой муж Тут же Заводился Бедная Хуана Господи Куда я теперь идти? Девственница Да еще и беременна Ну как? Ты что? Я тебя облила Нет Ты залила весь стол Я все вытру Что случилось, Бранди? Ничего Она чуть не облила Меня кофе Только не здесь, ладно? Я не нарочно Я уже попросила у тебя прощения Ничего не случилось Постой, Бранди С тобой ничего не случилось? Ты какая-то не такая, как всегда Простите Я просто очень переживаю За свою подругу Но ничего не случилось Простите Постой Мы же подруги Рассказывай, что случилось Мы видим Вы ничего не знаете? Вы Слышали что-то Про то, что можно Забеременеть Но остаться при этом Девственницей Чего? Ну то есть Без сексуальных контактов Бранди, что с тобой? Подождите Я помню, да? А святая Дел Марье Две тысячи лет назад Нашла, над чем смеяться Я с тобой серьезно Вы думаете Такое возможно? Да нет Ну, чтобы забеременеть От воздуха Ты шутишь? Нет Постой минутку, Шева Бранди сказала Девственница А мы с тобой Давным-давно прошли Этот этап Нет, нет, нет Это было только вчера Правильно Рассказывайте А я послушаю Ладно, постой Серьезно Значит, ты сказала Что какая-то девушка Забеременела И осталась при этом Девственницей Вот именно Ясно Это все Из-за Голубки О чем ты? Шева Да нет Серьезно Это случилось Со святой Девой Марией Клянусь Прилетел Святой Дух В форме голубя И жизнь иногда Преподносит Такие сюрпризы Господи С вами просто Невозможно А что такого Мы сказали Интересно Держи Вот Спасибо Тебе уже лучше? Нет Я подумала о том Что мне нужно Рассказать Обо всем дома Солнце Как бы это ни было Лучше рассказать Все правду Да? Ну что Поехали Дай Да Такое унижение Заставлять меня Так долго ждать Инесс Это опять я Скажи Маурисио Не звонил? И ты не знаешь Где он? Нет Мы договорились Встретиться Чтобы пообедать А его до сих пор нет Не понимаю Что с его сотовым телефоном? Постарайся его найти Хорошо? Куда ты пропал Маурисио? Неужели Я для тебя не важна? Значит вы говорите Что уже сюда звонили И что вы друг Моей внучки Давид? Не помню Что вы слышали дома Это имя Донни Я товарищ по работе Бранди Лучшей подруги Хуан Я знаю всех лучших подруг Своей внучки Юноша В общем-то кажется Я слышал это имя Может быть Это Может Да, конечно Я всегда разговариваю С дядей Хуан С Монолитом С Монолитом Да, Монолитом Конечно Кстати, он дома? Да, дома Проходите Сейчас я его позову Монолитом Монолитом А теперь Давид Поехал к Хуане Чтобы взять у нее интервью Знал бы он что с ней Тогда бы интервью было намного интереснее Да? Простая девушка из квартала Получает стипендию за границей И такой заголовок Молодая беременная девственница Утверждает, что не знает отца своего ребенка Бранди Я пыталась найти сеньора Маурисио Но все бесполезно Мне уже тысячу раз звонила его жена Я не знаю, что ей сказать Я тоже не знаю Кстати, Бранди Постой Шива и Биби Рассказали о том, что случилось с твоей подругой Кошмар, да? Уже все разболтали Сплетницы Не волнуйся, я никому не скажу Все-таки интересно Как можно забеременеть И остаться при этом Девственницей Господи Наверное, это случилось в ванной Инесс? Да, сеньора Инликета Как у вас дела? Все в порядке Да, да, конечно Все в порядке, извините Вот и я говорю Иногда мне кажется, что у нее есть какой-то радар Чтобы меня избегать Нет, я так не думаю Хотя понимаю, почему ты так говоришь Прости, что повторяюсь Но мне кажется Она меня боится Хотя, клянусь, я ничего для этого не сделал Нет, успокойся Она мне все время про тебя рассказывает Слава Богу Что бы я делал, если бы она плохо обо мне отзывалась? Хочешь, скажу тебе откровенно? Да, пожалуйста Мне кажется, с Хуаной что-то происходит Потому что, по-моему, ты тот человек Который может ей понравиться Что-то я не вижу в этом никакого смысла Тем не менее, он есть Если ты хорошо подумаешь, то поймешь Что главное для нее сейчас Это предстоящая поездка за границу На учебу в Лос-Анджелес Хорошо Значит, мне придется подождать Пока она не вернется из-за границы И тогда, может быть, она Удостоит меня чести прогуляться со мной Но постой, мой визит Преследует не только личные цели Я правда хочу взять у нее интервью А что за интервью ты хочешь взять у Хуаны? Мы открываем в журнале новую рубрику Под названием «Анонимные победители» Ее цель – представить неизвестных молодых людей Которые благодаря своим успехам Заслужили признание Хорошая идея Супер идея Интересная задумка Потому что нашей молодежи не хватает стимулов Нужно показать широкому кругу читателей, чем они занимаются Да, я тоже так думаю И мне бы хотелось, чтобы Хуана стала нашей первой героиней Когда я ее первый раз увидел То почувствовал, что она исключительная девушка Спасибо Мы считаем точно так же Я сейчас так зла, что готова просто убить Маурисио Что случилось, Карлотка? Вы поругались во время обеда? Если бы поругались Он меня обманул Не знаю, что случилось Но я все выясню Ну вот Мы приехали Еще раз спасибо И спасибо за новый опыт Да уж Забавно вам было провести весь день С такой плаксой, как я Мы поделились друг с другом своей грустью Это дорогого стоит Я верну ваш платок, только постираю, хорошо? Крепись, солнце Будь что будет, но тебе нужно Все рассказать своим родным И тебе сразу станет легче Хоть бы вы не ошиблись Прости Прости Вот, удачи тебе Держи Спасибо Спасибо Я только хотела показать тебе фотографии, которые после совещания отнесу Морисю. Армандо, пожалуйста. Что, пожалуйста? Ты так холодно со мной. Избегаешь меня? Армандо, мы на работе. Да? Но раньше тебя это не смущало. Что с тобой, Никита? Ты переживаешь, что Морисю застал нас дома? Пора бы тебе меня изучить, Армандо. Мне кажется, мы уже все выяснили. Послушай, Армандо. Мы с тобой по-разному смотрим на вещи. Ты слишком... Мачо. Это ты хотела сказать? Да, это. Я смотрю на мир по-другому, Армандо. Не так, как ты. Но кое в чем мы с тобой придерживаемся одной точки зрения. И ты это знаешь? Хорошо, у нас есть философские разногласия, но в других вопросах их нет. Не надо, Армандо. Мы прекрасно понимаем друг друга, когда речь идет о страсти, любви, о всем том, что ты так любишь. Я знаю, это тебе нравится так же, как мне. Хватит тратить время на пустые разговоры и дадим лучше волю страсти. Я знаю, тебе это понравится, я уверен. Я начинаю чувствовать, как бьется твое сердце. Ну, давай, Женрикетто. Прошу тебя. Хватит, Армандо. Неужели тебе больше не о чем подумать? Есть, но мне так нравится думать о той страсти, которая скрыта в твоем теле. Хватит, Армандо. Мне очень жаль, но я не позволю, чтобы ты относился ко мне, как к предмету. Послушай, я не хочу больше с тобой встречаться. У нас нет будущего, и лучше все закончить прямо сейчас. Надо же. Будь что будет, но тебе нужно все рассказать своим родным. И тебе сразу станет легче. Что бы ты оказалась правой. Синьор Маурисио, хорошо, что вы пришли. Что случилось? Ваша жена, она везде вас ищет. Обед с карнотой. Совсем забыл. Он уже ушел? Да. Знаешь, он мне очень понравился. Отличный парень, симпатичный. Нужно было с ним, по крайней мере, поздороваться. Мне не хотелось ни с кем разговаривать, Мануэль. А что он хотел? Ничего, только взять интервью у Хуана. Что? В том журнале, для которого Хуана делала снимки, собираются открыть рубрику под названием «Анонимные незнакомцы» и хотят, чтобы твоя дочь стала их первой героиней. Вот видишь, твоя дочь продолжает всех нас радовать. Хуана в журнале. И пусть заткнутся все эти сплетницы. Знаешь, Армандо, мне кажется, Маурисио скрывает, насколько он из-за всего этого расстроился. Я еще никогда не видела его таким расстроенным. Он успокоится. Маурисио сильный человек и не спасает перед первой же трудностью. Армандо, в этом-то и проблема. Маурисио только что потерял ребенка, о котором он так мечтал. Ты это понимаешь? Я знаю, что случилось, Энрикетто. Что-то не похоже. Почему ты вечно говоришь так, как будто хочешь пругаться? Потому что я такая. Или ты только что это понял, Армандо? Просто тебе приятно, чтобы я всегда говорила, да, все будет так, как ты хочешь. Но есть одна деталь, Армандо. Я не такая. Я не такая. Какая ирония. Синьор Маурисио так хотел этого ребенка. А бедная Хуана готова жизнь отдать, лишь бы избавиться от этой проблемы. Пришел. Ну а теперь объясни, почему ты меня обманул. Давид, что случилось? Ты нашел Хуану? Ты ее видел? Нет. И ее не было дома. Я ее подождал, но она не пришла. Не могу понять Бранди, почему мне так трудно с ней разговаривать. Маурисио ее везде встречает. Но у него другая жизнь, другой мир. А я ищу ее, ищу, и ничего не получается. Лучше бы ты меня послушал. Я же просила тебя оставить ее в покое. Но мне хотелось ее увидеть. Ведь я знаю, она приходила сюда вся в слезах. И мне хотелось ей помочь. Давид, лучшая помощь, которую ты можешь оказать Хуане, это оставить ее в покое. Правда, Давид, отстань от нее. У нее и так много проблем. Проблем? Нет, постой, постой. Что у нее за проблемы? Проблемы, Давид. Личные проблемы, в которых ты не можешь ей помочь. Ты понимаешь? Оставь ее в покое. Пусть она сама во всем разберется. Здесь не хватает одного пакета муки, Пако. Да, моя дорогая, конечно. Если только в этом заключается проблема моей первой дамы, то вот, все готово. Проблема решена. Нет, ну как им не стыдно? Неужели не могут вести себя поскоромней? Можно подумать, мы ослепли. Правильно говорят, яблоко от яблони. То, чего у тебя нет, пришлешь потом с Николасом. И хватит подливать масло в огонь. А то здесь случится пожар. Да что с тобой? Что я такого сказал? Постой! Ты скажи! Бранди, пожалуйста. Ты где? Рядом с домом. Мне сказали, что ты ко мне приходила. Я весь день о тебе думаю, Хуана. Да, но потом я ушла. Зная. Дора сказала, что ты была вся в слезах. Да, я целый день думаю, что мне делать, Бранди. Дай Бог, чтобы это оказалось сном. Но так как все это правда, я приняла решение. Какое? Рассказать все домашнему. Да, по-моему, так будет лучше. Я больше не могу, я на пределе, Бранди. Я не знаю, как я все это им смогу рассказать. Но один человек мне сказал, что если рассказать все правду, то сразу станет легче. Дай Бог, чтобы так и получилось. Прости, Карлота, я... Такого еще не было. Что ты себе позволяешь? Ты бросил меня одну в ресторане. За что? Я не нарушена, Карлота, прости меня. Значит, ты хочешь сказать, что забыл о нашей встрече? Да, забыл. Прекрасно, ты забыл. С кем угодно может такое случиться, да? Это уж слишком, Маурисио. Ты забыл, что тебя ждет жена? Да как ты мог? Карлота, у меня столько забот. И я последний в этом списке, да? Я этого не говорил. Не сказал, но подумал. А это еще хуже. Я тебе уже все объяснил. С кем ты был? Что? Я спросила, с кем ты был. Только не ври. Я никогда тебя не обманывала. Я звонила тебе на работу, но там тебя кем было. И никто не знал, где ты. Ты мне сейчас же скажешь, с кем ты был. Тебе нужно серьезно поговорить с Хуаной. Но не так, как всегда. Не так, как мать и дочь, а как взрослые женщины. Хуана уже давно не ребенок. Кажется, ты этого еще не поняла. Поговори с ней. Может быть, я еще не поняла, что я сама взрослый человек, как говорит мама. Может быть, все дело в этом, Мануэль. Может быть, из-за этого я так тяжело переживаю все, что со мной происходит. Я рассуждаю, веду себя, как подросток. Сплетницы, бездельницы, ничтожество. О ком это ты так, мама? Что случилось? В чем дело, мама? Знаешь, чего я хочу, Анна-Мария? Выйти здесь когда-нибудь на улицу, с высоко поднятой головой. И чтобы никто не смеялся, не шептался у меня за спиной. Вот о чем я мечтаю. Неужели я не могу себе это позволить? Вот что я тебе скажу. Я был с одной девушкой. И что? Да, с одной девушкой, которая так рыдала, что помогла мне пережить собственную боль. Потому что, если ты забыла, я только что потерял ребенка. И глубоко это переживаю. Девушка с заплаканными глазами. Как мило. Если ты хочешь поиздеваться, Карлотта, то нам больше нечем разговаривать. Что за девушка? Какая разница? Главное, что я видел человека, который страдает, и это тронуло мою душу. Маурисио, о чем ты? Ты что, стал философом? С каких пор ты начали трогать чужие страдания? Карлотта, давай лучше поговорим, когда ты немного успокоишься. Нет, мы поговорим сейчас. Потому что, пока ты ходил с этой девушкой с заплаканными глазами, которая перевернула тебе всю душу, твоя жена вся извелась, пока тебя ждала. Знаешь, что я думаю, Карлотта? Может быть, я забыл про нашу встречу, потому что рядом с тобой я не нахожу понимания. Ах, вот как. Рядом со мной ты не находишь понимания. Вопросе, который имеет для меня огромное значение, нет. Все отлично. Знаешь что, Мануэль, пойду-ка я поищу Хуану. Я так не могу. Как ты будешь ее искать, если не знаешь, где она? Не могу же я сидеть дома. Я должна что-то делать. Спрошу у кого-нибудь. Я так волнуюсь, что не могу больше здесь сидеть. Я пойду с тобой, подожди. Хуана, где ты была, дорогая? Мы так волновались. Хуана, мы так переживали. Что случилось? Где ты была? Мама. Я ни в чем тебя не обвиняю. На твоем месте я бы сделала то же самое. Хуана. Что случилось? Мы волновались. Мы очень волновались. Я должна вам кое-что сказать. Это очень важно. Я не знаю, как это случилось. Я ничего не понимаю. Надеюсь, что это какая-то ошибка. Говори, Хуана. Что случилось? Я... Я беременна. Я не знаю, как это происходит. Я не знаю, как это происходит. В чем ты меня отверг? Первые за нашу совместную жизнь ты отверг мне, Маурисио. Потом ты бросил меня в одну в ресторане, а теперь, оказывается, я тебя не понимаю. Ты преувеличиваешь. Я что, ничего не могу сказать? Я не имею права объяснить своему мужу свои чувства. Нельзя быть такой обидчивой. Потому что ты меня обидел. Я боюсь. Я же вижу, что в последнее время тебе меня мало. Ты только и делаешь, что говоришь о ребенке. Я не виноват, что серьезно болел и чуть не умер. Не виноват, что потом завести ребенка для меня стало такой проблемой. А ты не подумал, как я себя чувствую? Стоило мне захотеть, и я бы могла завести ребенка от любого совместимого со мной мужчины. При чем здесь это? Что ты мне хочешь сказать? Ты же с самого начала знала, как для меня важно завести собственного ребенка. И мне кажется, ты это понимала. Да, понимала, когда искусственное оплодотворение собирались сделать мне. Но когда появились другие женщины, когда я перестала тебя понимать, то, что я согласилась, не означает, что я этому рада. Мне очень жаль. А теперь ты говоришь, что провел время с какой-то девушкой, которая тебя понимает? Забудь про нее, Калута. А ты ее забыл? Мы только разговаривали. С тобой никогда не было, что рядом с каким-то человеком ты вдруг могла почувствовать себя ребенком. И после разговора с этим человеком тебе вдруг становилось легче и пропадала вся твоя боль. Значит так, можешь делить свою боль с кем хочешь, потому что я ухожу. Что? Что ты сказала? Я сама не понимаю, как это случилось. Я не понимаю, но я беременна. Хуана? Да нет, нет, этого не может быть. Ты не такая, Хуана. С тобой не могло такое случиться. Нет, нет, нет. Пожалуйста, бабушка, не говори так. О, Господи. Вы должны мне верить. Я не знаю, я не понимаю, как это случилось. Я ничего не понимаю. Я ничего не сделала, чтобы это случилось. Клянусь вам. Вы должны мне верить. Вы ведь моя семья. В этой жизни у меня есть только вы. Поверьте мне, я прошу вас, пожалуйста. Ты уверен, что я нет в гостинице? А ты спрашивай у управляющего этого Рамоса. И ты не знаешь, куда она переехала? Ладно, оставляю тебя, Камача. Ко мне пришла моя любимая дочь. Я тебе еще позвоню. Здравствуй, папа. Здравствуй, дорогая. Скажи, пожалуйста, маме, что я пришла. Извините. Что с тобой? Разве у тебя нет повода радоваться? Из-за того, что случилось, это нужно отметить. Ты, как всегда, все знаешь. Не я один. Все уже знают про твоего мужа. Ладно, скажи, что случилось? Эта женщина, она потеряла или не потеряла ребенка твоего мужа? Да, папа потеряла. Но я не хочу об этом говорить. Хорошо, моя дорогая. Поговорим о чем-нибудь другом. Тебе что-нибудь известно про твою подругу по имени Дизиро? Да какое тебе дело, папа? Нет, нет, никакого. Успокойся. Мне просто жаль, что ее бросил муж. Я знаю Дизиро еще с того времени, когда она была твоей школе подругой. Так что, естественно, я волнуюсь. Особенно сейчас, когда ей так тяжело. Маурися? 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 Энрикетто, мне нужно с тобой поговорить. Я вернусь, когда ты освободишься. Нет, Брэнди, в этом нет необходимости, слушаю тебя. Что у тебя за проблема? Да нет проблем никаких. Но, по крайней мере, на работе. Просто у меня есть подруга, у которой очень большие неприятности. И только я могу ей помочь. Вот я и хотела тебя попросить, чтобы ты меня отпустила сегодня пораньше с работы. А что с твоей подругой, Брэнди? Ее бросил жених? Потому что, если это так, то пусть она не волнуется, не усложняет себе жизнь. Ни один мужчина этого не стоит. Хорошо бы ее бросил жених. Нет, все намного сложнее, иначе я бы не стала у тебя отпрашиваться. Дело в том, что я не могу тебе этого объяснить в подробностях, но... Ладно, Брэнди, если ты уже закончила отбор фотографий, то можешь идти. Да, я же все закончила. Все диаграммы тоже готовы. Спасибо, Эмикетта. Спасибо большое. До завтра. Пока. Когда в лаборатории мне сказали, что я беременна, я им не поверила. Я сделала повторный анализ. Врач позвонила прямо сюда, домой, и... Так, я и знал, что что-то случится. Вот почему ты вчера ушла и не вернулась, да? Да. Да. Я очень плохо себя чувствовала и не могла понять, что со мной. Я не понимаю, как это могло случиться. Ведь я еще ни разу не была с мужчиной. Я не понимаю. Неужели ты думаешь, что мы тебе поверим? Ты что, святая Дева Мария, воплоти? И забеременела от Святого Духа? Ты хочешь, чтобы в это поверили? Я говорю правду, мама. Это чисто правда. Ты что, нас за идиоток принимаешь? Чтобы мы поверили в такую чушь? Нет, какое несчастье, Господи. Бабушка, я говорю правду. Вы должны мне верить. Ты же знаешь, что я всегда говорю правду, дядя. Я думала, что все видела на свете. Надеялась, что ты станешь другой. Что твоя жизнь будет другой. Что ты станешь единственной женщиной в этом доме, которая не повторит несчастную судьбу своей матери и бабушки. А выходит, мы за тобой не уследили. Да, и как могло получиться иначе. Если никто в этой семье не заслужил лучшей доли. Бабушка, не говори так. Я прошу тебя. Помолчала бы лучше Хуана. Говори, кто это сделал. Кто отец твоего ребенка? Кто? Но я не знаю. Откуда же мне знать? Я ни разу не была с мужчиной. Я ни с кем не спала. Мама, поверь. Все, хватит. Замолчи. Не выводи меня из себя, Хуана. Кажется, ты еще не поняла, что ты натворила. Кто тебе поверит, что ты беременна? И не была ни с одним мужчиной. Твоя мама права. Никто тебе не поверит, дочка. Так что не будем зря ссориться и говори, наконец, от кого ты беременна. Правда, Хуана. Расскажи нам лучше, от кого. Кто этот мизанец, Хуана? Говори, наконец, кто он. Говори. Расскажи нам лучше, от кого ты беременна. Расскажи. Расскажи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok